Школьники продолжают борьбу за солидный призовой фонд. 100 тысяч на выпускной. В одноименном проекте телерадиокомпании «Вектор». На прошлой неделе прошел конкурс видео-визиток. А сейчас школьники приняли участие в следующем этапе «Завтрак школьника». По три участника из 11 команд конкурсантов представили на суджире три блюда – закуску, салат и напиток. На все приготовление отводилось 30 минут. Команда школы имени Ярослава Василенко решила удивить судей не только вкусовыми качествами блюда, но и внешним видом завтрака. В меню – тосты из авокадо и красной рыбы, салат стрелы амура и еще свежевыжатый апельсиновый сок. Видя наше блюдо, очень поднимается весеннее настроение. Глядя за окном, мы видим кругом сугробы, все такое тусклое. А когда ты смотришь на эту тарелку, появляется желание попробовать, тебе интересно, что это за продукты. И также в салате очень необычное сочетание. Вторая группа медицинского класса школы «Высотка» подошла к приготовлению завтрака с исследовательской точки зрения. Опросили учеников своей школы и решили приготовить то, что больше всего любят их сверстники. Мы будем готовить салат «Цезарь». На закуску мы хотим сделать круассаны с творожным сыром, красной рыбой, окурцами. Как напиток у нас обычный сок. В конкурсе по приготовлению завтрака команду инженерно-технического класса «Высотки» представляли юноши. Они считают, что лучшие повара, несомненно, мужчины. Блюдо готовили необычное – из японской кухни. Лосось-терияки, рис и салат. Мы перепробовали много разных сочетаний и остановились на этом, потому что оно на самом деле простое и не требует много затрат. Девушки из педагогического класса «Высотки» подошли к задаче комплексно. У них в меню присутствовало и сбалансированное блюдо, и лакомство для тех, кто любит на завтрак десерт. Салат «Цезарь», потому что он достаточно диетический и достаточно сытный. И вафель с мороженым – это тем, кто любит с утра попить чай с чем-нибудь сладким. У полиции все строго и сдержано. Вот и ученики МВД-класса «Высотки» завтрак приготовили простой, но отвечающий всем требованиям конкурса. Мы готовим смузи из творога, мороженого, голубики и банана. Мы считаем, что ягоды подбодрят с утра, помогут проснуться, и в принципе здесь все полезные продукты. Бизнес-класс старшей школы «Высотка» решил поддержать ямальский колорит. Изюминку в их блюда добавили северные ягоды. Это все называется брусничный рай. Брусничный микс у нас напиток, салат у нас тоже с брусникой. Мы еще добавляем малину, голубику. Ученики юридического класса с помощью своего блюда решили напомнить, что скоро лето. Готовкой увлеклись так, что даже отвлечь их на пару слов для нашей съемочной группы было сложно. Мы увидели арбуз и захотели лето. Очень хочется арбуза, арбузов нет хороших, поэтому мы делаем салат. Архитекторы «Высотки» решили, что завтрак в приготовлении должен быть простым и одновременно полезным для школьников. Обычный хлеб, мы туда все самое вкусное, скажем так, положили из ингредиентов. К бургеру у нас идет салат и обычный молочный коктейль на банане и мороженом. Ученики лингвистического класса «Высотки» к кулинарному заданию подошли креативно, а ребята попытались угодить всем, поэтому в их меню блины, ягоды, фрукты и, конечно, хорошее настроение. Мы думали, как можно совместить просьбы каждого. Школьник хочет видеть утро вкусным, мама здоровым, отец хочет, чтобы блюдо было нашим. У нас получилось вкусно. Оригинально получилось и у первой группы медицинского класса. Они решили удивить жюри гастрономическим путешествием по странам. У нас каждое блюдо, как и салат, так и напиток, представляет отдельную страну или город. Мы решили обхватить весь мир, плюс знаменитые французские круассаны, также хочется экзотики, у нас очень сильные морозы, хочется покупать на Мальдивах, поэтому сделали также фруктовый салат. Хоть и блюда у всех команд были вкусные, полезные и с красивой подачей, у жюри все равно была цель определить тройку лидеров, которые получат 300 баллов за первое место, 200 за второе и 100 за третье, а для всех остальных – утешительные 50 баллов. Работа в жюри – это очень непростая задача. Так как конкурс называется «Школьный завтрак», мы с членами жюри для себя определили, что значит «Школьный завтрак». Но это в первую очередь нужно приготовить очень быстро, это время. Второе – это должны быть доступные продукты, то, что есть у нас в холодильнике, у каждого человека в холодильнике. Ну и, конечно же, чтобы завтрак был полезный, чтобы быстрота, и человек мог утром наесться, потому что то, что ты ешь утром – это залог успешного дня. По таким важным критериям жюри присвоило первое место архитектурно-строительному классу старшей школы «Высотка», второе место – у МВД класса, третье – у лингвистов «Высотки». В следующий раз школьники встретятся на спортивном состязании. Напомним, конкурс 100-тысячного пускной состоит из пяти этапов. Финал состоится в конце мая в прямом эфире на телеканале «Вектор-24». Продолжение следует...